Есть еще вопросы, товарищ корреспондент. Да, планируете ли вы дальше развивать эту территорию? То есть, ну вот сейчас она у вас подготовлена к празднику. Я слышал, что здесь будет проводиться детский лагерь также. Ну, или какое-то семейное место для отдыха, что-то на подобии этого. Может, у вас какие-то еще идеи, потом, как вы собираетесь ее усовершенствовать, добавить сюда что-то, убрать, разработать? Да, мы планируем тут у нас уже, тут озеро сделали, баня есть. Тут будет у нас вот так все летать. Можно будет летать на этих, знаешь, которые на тросах такие, как тарзанки. Можно лететь на ней, прям в сопки и в озеро нырять. Тут, думаю, ну да, так как детям всем понравилось, мы в прошлом году проводили лагерь, и в этом году будем проводить лагерь. Дети на природе набираются сил, зимой чувствуют себя, ну, меньше болеют, добавляют здоровье становится. Ну, вообще они тут развиваются на природе лучше. Чем в городе и среди машин. Еще есть вопросы? А, нет, вопросов нет. Есть еще вопросы, господа. Николай Николаевич, как вы видите развитие данных территорий? Данных территорий? Вот тут взятые земли по дальневосточному гектару вокруг. Ну, начинают потихоньку развиваться земли, люди начинают строиться. Тут будут родовые поместья вокруг. Ну, и все. Что еще? А что такое родовое поместье? Сначала дом построить, вырастить сад, потом родить сына. Так вот, это место, где будет построен дом, выращен сад, и где его ребенок будет счастливый ходить, не где-то там среди пыльных улиц, среди машин, а будет тут по природе гулять в собственном саду, срывать яблоко не в магазине покупать, а собственное срывать и съедать. И человек будет независимым, свободным расти. И этот человек не за бабки пойдет защищать свою родину. Вот когда таких поместья будет много, и у каждого будет своя собственная родина, вот тогда человек встанет и пойдет за свою землю. А если ты фрилансер, ездишь там на Гавайях, через интернет зарабатываешь деньги, а в Россию приезжаешь время от времени, то, естественно, такой фрилансер, он не будет свою родину защищать. Это уже не русский человек. Так вот, родовые поместья дают возможность людям получить свою собственную родину. Сейчас твой выход, Вова Путин. Когда же ты, наконец, примешь закон о родовых поместьях? Мы все в ожидании.